В Люберцах завершился футбольный турнир, посвященный памяти известного земляка Василия Дрюкера. В этом году ему исполнилось бы 80 лет. Коронавирус вынудил изменить формат проведения соревнований, но это не отразилось на эмоциях игроков и на окале страстей на футбольном поле. Кто завоевал переходящий кубок в нашем следующем сюжете. На 15-й турнир, посвященный памяти Василия Дрюкера, приехали далеко не все спортсмены. Многим ветеранам футбола уже за 65, и они соблюдают режим самоизоляции. Мы планировали пригласить 8 команд, но сошлись на формуле турнира буквально 2 команды. Это ФК «Торпеда Люберца» ветераны и приглашенные друзья Василия Дрюкера, те, которые с ним играли, те, которые его знали. Отсиживаться в обороне обе команды не собирались. С первых минут они играли в открытый атакующий футбол. К перерыву счет был уже 2-0. Михаил Христич много раз участвовал в этом турнире. Сейчас за игрой наблюдает со стороны. Подвело колено. Футболист вспоминает, в молодости играл вместе с Василием Дрюкером. И на поле, и за его пределами, команда считала центрального нападающего своим лидером. Он создавал ситуации, что команда стремилась через него всю игру. И направлено все атаки были на него. Он очень интересный был в завершении атак в футболе, как говорят. Острый очень, как мы говорим. Пережал, мыслил. И немножко такого, знаете, вот типа таранного, как говорят, типа. Среди болельщиков сын Василия Дрюкера, Дмитрий. В недавнем прошлом тоже футболист. Несмотря на то, что лично знает всех участников турнира, в любой ситуации болеет только за торпеда. Я начал болеть, когда торпед со Спартаком в 1972 году, торпеда, кубок выиграл. Они 0-0 сыграли, 1-1, я хорошо помню, не по пенальке 5-1. И вот я стал за торпеду болеть так на всю жизнь. За московской. А потом в Люберецком играл. Для меня торпеда, это торпеда. Высшее мастерство – забивать голы в окружении соперников. Именно так на поле и делал Василий Дрюкер. Это пытались продемонстрировать и ветераны спорта. Итог матча 5-1 в пользу друзей Василия Дрюкера. До следующего турнира переходящий кубок будет храниться у этой команды. Через год предстоит нелегкая задача – подтвердить статус чемпиона. В турнире, посвященном памяти Василия Дрюкера, это еще никому не удавалось. Григорий Ворванин, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.